друзья всем привет давно на нашем канале не было никаких видосиков но вот решил сегодня заснять буду топить свечу своими руками делать сразу скажу вот этот воск из таких вот свечей оставшихся были где-то полностью свеча догорела где-то не полностью по стенке осталось в середине она выгорела ну значит стаканчики классные можно использовать под водичку или подсок но буду туда заливать свечу имеется у меня три таких стаканчика такие классные я их помыл полностью но значит что нам для этого понадобится естественно это воск это паровая баня вот такая значит я взял кастрюльку не поставил банку которую не жалко сейчас буду наливать воды 2 3 сантиметра буквально чтобы иначе если больше воды налить и банка будет у нас переворачиваться нам это не нужно внутри в банку я буду засыпать наш воск и будем делать фитиль посмотрел различные видосики youtube значит из каких из какой нити лучше делать кто-то говорит из такой с такой с такой нити кто-то вообще советует из бинта делать но такой самый оптимальный вариант решил делать из такой хлопчатая вроде бумажная да это кто знает напишите в комментариях из такой нити главное просто она у меня не белая как надо по идее а черная ну пусть будет черная так ну что же давайте приступать сейчас этот парафин буду засыпать в банку засыплю и пока все это будет пока все это дело будет топиться будем изготавливать наш фитиль а так ну вот ребят воды налью смотрите какая баночка получилась цветная посмотрим из этого какой цвет у нас получится так сейчас включаем печку печку мы включаем 6 7 8 9 все пока сейчас будем растапливать наш воск тем временем будем изготавливать фитиль это самое интересное но почему я вообще начал вообще решил сделать фитиль фитиль свечку потому что очень много свечи на самом деле осталось в стаканчиках и жалко было выкидывать посмотрел видео можно использовать еще раз значит буду использовать так значит нитку я буду делать скольки даже не знаю наверное из сделаю для такой толщины кстати размер написан здесь размер написан они все одинаковые стаканчики восемь на семь с половиной буду делать из десяти слоев посмотрим что получится ой черного там это звуки какие-то мне нравится что такое что-то странно пичка стреляет там вода попала ладно все хорошо пускай томится наша свеча ну а мы займемся фитилем так ребят сделал я фитиль значит такая вот ниточка получилось 10 слоев наверное плохо видно я закручиваю что только закручивается ну ладно значит сейчас я этот фитиль буду окунать растворившийся воск ну как все бурлит кипит даже на вытяжку пришлось включить сейчас возьму палочку перемешаю взял я обычную палочку из-под суши сейчас буду мешать да у нас все топится все отлично дело в том что смотрите очень долго топится потому что это куски большие надо было мне их на миленькие кусочки раздробить но я этого почему-то не сделал ну ладно ждем пока у нас все это дело растопится затем буду окунать туда наш фитиль ну а дальше я покажу кстати ребят смотрите на донышках от свечек от старых были вот такие железячки в них был вставлен фитиль за счет этого они держались я также помещу свой фитиль сюда и за счет этого будет держаться кстати решил я сюда добавить еще два слоя что-то мне кажется для толщины такой вот свечи будет мало десять слоев добавлю еще два смотрите ребят значит просунул я в эту железячку нитки свой так называемый свой так называемый фитиль вот я сюда просунул и чтобы не высовывалась отсюда я сейчас вот этот конец завяжу на узел так ну вот я на узел завязал получилось вот так все держится все фитилек у нас вот он так смотрите ребята еще что я придумал нам же нужно чтобы фитиль был по центру вот я на вот эту железячку из которой у нас выходит фитиль маленькая сделал пластилина сейчас я закреплю посерединке вот так вот и теперь я вот этот фитилек сейчас намотаю на карандашик и вот таким образом таким образом у нас будет ровный фитиль ну а давайте посмотрим что у нас там с воском воск уже у нас готов растопился а горячо соблюдайте требования безопасности обязательно потому что очень очень горячо обязательно если дети кто делать будут дети обязательно при родителях ни в коем случае не одни а блин ребята я забыл смотрите нам же надо окунуть ага сделал молодец нам же надо фитиль то еще окунуть воск его моё ладно сейчас будем окунать воск значит несколько раз я окунал воск наш фитиль изготовленный вот он хорошо пропитался я его скрутил хорошенечко вот теперь буду наливать сюда воск ну что ж наливаем воск ребятишки я напоминаю что он у нас очень горячий наливаем быстро оно очень горячо это и шуи это это в resчritt ну это 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 ну что ж ребят вот мой воск налили что у нас побелел стакан ладно теперь в таком положении оставляем застывать ну и будем смотреть что у нас будет дальше надеюсь что все будет лайк поставьте обязательно лайк ребята и подписывайтесь на мой канал буду придумывать что-нибудь такое необычное вот и всем желаю удачи а нет это же еще не конец ебать 1 продолжение следует кстати ребят забыл при варке добавить но сейчас добавлю надеюсь ничего страшного он у нас еще жиденький добавлю эфирное масло грейпфрутовая натуральное стопроцентное несколько капель буквально несколько тут походу много ну ладно не жалко ну что же все будем смотреть какой из этого получится итог и будет ли она вообще гореть если не будет то я очень расстроюсь так ну что друзья сейчас будем пробовать зажигать вроде как подостыла смотрите какая ямка получилось что-то куда-то все провалилась непонятно сейчас будем пробовать надеюсь все будет ок ок опа но как видите наша свечка горит но чё-то она коптит видно черный дымок я надеюсь он перестанет то перестал нет опять блин возможно это все таки друзья из-за краски потому что веревка то у нас не белая черная блин на это не есть хорошо ну вот все нет опять коптит только перестает и опять начинает коптить ну в общем друзья что могу сказать такой у нас получился результат я им принципе доволен вот посмотрим насколько свечки хватит с вами был канал zip и не только подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по поводу этой свечки всем удачи всем пока